здравствуйте друзья добрый вечер вы видите что как-то стемнело у нас тут а всего пять часов всего пять часов вечер наверное потому что небо все тучами обложено вам наверное видно еду я в офис и вы можете сказать действительно как бы на работу что ли собрался таки до таких собрался в офис потому что там студент забыл лэптоп вчера я чтобы так найти для надежности оставил у себя в офисе а он вот значит проклянулся и говорит вот лэптоп как же так я думаю ну раз такое дело поеду отдам ему лэптоп тем более сегодня 23 такое как бы к кристусу идет человек должен иметь свой лэптоп а иначе как-то это получится неправильно чтобы праздник встречать без лэптопа кстати праздник без лэптопа давайте я расскажу как моя диета проходила на корабле надо сказать что вот эти две недели которые мы там были это практически идеальное было место для того чтобы худеть то есть с одной стороны вы можете сказать помилуйте там жестокой еды вкусной и можно сказать с из изысками там и так далее это правда я не хочу сказать что это не так это так но тем не менее там это как бы есть можно сказать круглосуточно то есть просто всегда есть еда и мне значит алексей наш диетолог может быть терапевт вот он дал задание на эти две недели не набрать вес потому что до круиза там за дней десять я уже был значит вот на этой диете и потерял что-то там 12 там 13 паунда ну да у меня было 101 килограмм если в килограммах а стала 96 вот значит сколько там 5 кило я потерял и задача была не набрать но в итоге получилось так что я даже еще и по в этом килограмм даже потерял как-то это получилось последние пару дней вот и на это время у меня была такая специальная диета я не задавайте может быть я попробую на свое лицо направить камеру если если вы меня увидите я боюсь что в сумерках тут много не увидеть ну вот так немножко поедем я я к сожалению не контролирую что вы что вы видите там в камере вот это вот лицо вот это вот лицо значит задача была не набрать и по определенным правилам я должен был питаться но в частности мы питались достаточно часто но по чуть-чуть там не не злоупотребляю значит были определенные правила не злоупотребления и там по соотношению разных видов там еды вот и я так как бы держался у светланы не было никаких правил ей займутся ей займутся после нового года ну давайте все-таки миграции темновато я туда перейду на улицу и она фактически как бы осталось таком положении знаете как человека который за компанию ну она не не придерживалась такой же диеты как и я собственно ей это ее и не прописывали но поскольку я маленькими количествами и часто то вот это вот маленькими количествами часто и на нее распространилась в результате чего она за эту поездку похудела так на два с половиной кило что в общем-то в радость потому что это не стоило абсолютно никаких усилий это было очень естественно и она психологически сейчас готовится к тому чтобы тоже быть на диете после нового года потому что ей это труднее чем мне потому что она все-таки хозяйка хотя сама готовит она такая креативная хозяйка то есть она когда смотрит рецепт она так на ходу заменяет один компонент другим она может там с количествами поработать там и так далее то есть ей психологически это трудно вот но ничего страшно то есть она глядя на меня и глядя на себя как она значит потеряла вот этот вот вес собственно пор не снизу чего погоду но то есть она не была в этот момент на дети которые не прописали там и так далее вот так что чтобы ей сделать эту диету грамотно значит нам предложили сделать анализ крови там какие-то специальные параметры я как человек очень темный в этих делах не могу ничего более подробно сказать но вот есть какой-то тест нам дали ссылку мы пошли записались на этот тест и первым делом как только с корабля сошли в четверг мы приехали вечером домой там к полуночи уже а в пятницу в 8 утра мы сдавали тест натощак там все дела так что ну не знаю я конечно когда в зеркало смотрю я вижу что так не помимо того что значит как-то лицо вытягивается там и так далее помимо это пить морщинки появляются но мне говорят что это должно потихонечку уйти я и не спорю там должно знать что идет вот и честно говоря не парюсь вот во всяком деле когда ты делаешь существенно не париться потому что начнешь париться и до конца не дойдешь я это так хорошо вижу на студентах на наш вот как кто начал париться это уже проблема это мы не мы не знаем где он вынырнет вынырнет ли вообще где-нибудь чё с ним такое случится чудить начинают технология нарушается и дальше соответственно результаты и быть ним но не может там быть результат вот если бы он знал как он бы на не пришел бы в это состояние пойти вот допустим да я же не знаю как надо но я должен потерять там 20 килограмм вес и если я знал как я в эти 20 килограмм во первых не набрал во вторых я бы давно уже и сам потерял они мне надоели вы не стоит как но поэтому уже человек который знает говорит а я уже следую не пытаясь анализировать сейчас начнешь анализировать что-нибудь в голову придет я не в голову придет какая-нибудь ерунда и зато выйдет так что друзья в этом деле так нельзя надо сосредоточиться на том как выполнять предписание ну хорошо вот значит у меня было там два дня когда я ел но можно сказать все подряд было такие два дня и в общем то они прошли совершенно без последствий но еще могу сказать что я колю колол инсулин каждый каждый вечер каждую ночь делаешь анализ крови смотришь сколько там и это могло быть и 40 единиц и даже 50 но за те четыре недели которые завтра закончатся 4 недели на вот этом процессе когда я немножко худел потом две недели удерживал вес и вот сейчас опять уже два дня я снова на диете такой похудательный и завтра должна не буду вот у нас завтра не предвидится ничего такого гастрономического так вот за эти 27 26 дней я может быть инсулином воспользовался раза три или четыре и в очень маленьких дозах то есть не то что 40 я и и 20 ни разу не не уколол то есть так 10 12 вот вот так организм стал гораздо более чувствителен к инсулину то есть вот тот эффект который раньше достигался там скажем 40 единицами инсулина сейчас достигается там 10 12 если если до этого доходит силу каких-то причин а вот эти мои дни когда я ел все подряд мел все подряд вот в эти дни и как раз вот вечером там сахар был вдвое выше нормы значит надо было что-то делать вот это по чуть-чуть и этого хватало этого по чуть-чуть вполне хватало то есть безусловно такие очень очень положительные изменения и я с большим интересом жду продолжение так сказать банкета вот этого диетического я ни разу не был голодным за все это время у меня ни разу не было желание что-нибудь лишнее сожрать могу сказать даже что вот эти пару дней когда я и ну там ел всяк 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 неблагополучное пирожные какие-то там и так далее я чуть ли не давился этим этим пирожным то есть мне уже не хотелось так были смотришь на него вроде такой симпатичное пирожное а когда ешь думаешь нафиг мне это пирожное то есть за буквально там две-три недели произошли изменения в приоритетах не вкусовых а именно таких питательных вот ты смотришь на вещи думаешь оно мне надо а что это такое да это же дрянь то есть мне дрянь нужна нет все не едим то есть какое-то такое изменение произошло и кроме того количественно я могу сказать что мы там приходили в буфет там набираешь ну чё там набирают тут ложечку тут ложечку тут ложечку и и и не хочется больше то есть идешь туда в буфет и думаешь дух сейчас я бог я вот сейчас вот и хочется хочется этого 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 приходишь туда ложечку тут ложечку тут ложечку тут поел и ничего больше не хочется уже то есть как-то как количественно тоже наступил какой-то перелом не хочется много что еще когда мы прилетели во флориду и и надо было где-то время провести между вы приплыли во флориду нужно было провести время между прибытием на корабле и отлетом на самолете и мы взяли там убер поехали в такой большущий шоппинг-малл называется он со грас миллс вот второй по размерам во флориде большущий большущий шопинг-малл мы туда пришли потому что там интернет есть во-первых там в старбаксе посидели во вторых там есть где покушать мы сходу пошли в фуд корт такое место где много 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 всяких забегаловок ресторанчиков и так далее и зашли подошли какому там oriental такой восточная какая-то еда там за китайская и они продают тарелками то есть они берут такую тарелку пенопластовую и в ней три секции и они говорят вот там выбираешь два вида мясного два вида гарниров и в общем вот и накладывать тебе полную тарелку то есть я не знаю кем надо быть чтобы такую тарелку слопать хотя я понимаю что раньше бы я ее съел и не заметил но мы процентов 80 и я и светлана мы когда глянули на это количество и света говорит я никогда в жизни я не выбрасывала столько еды даже как-то неудобно люди вокруг взяли там на полную тарелку там поклевали там две ложечки и выкинули но это было абсолютно естественным таким уже элементом на нашего отношения к пище поэтому я хочу сказать что вот такие такие произошли перемены то есть первое ты смотришь она тебе надо или она тебе не надо и второе количественно ты ты ешь по чуть-чуть вот это то что за месяц с нами произошло ломки не было никакой то есть не было ощущение такого что вот я не ем или что-то ем потому что надо а не потому что хочется потому что это через силу никакого ощущения через силу не было но я думаю что в значительной степени это связано с тем что уже настолько меня достал этот лишний вес и сахар и брюшко если бы еще плешь с макушки можно было так убрать вообще мечта ну не важно вот хотя мне все говорят какая какая там плешь не обращайте внимание я обращаю но не суть и да и то есть я настолько уже перестал любить искать вот вот это все в себе что нужно назрело и то что все это произошло во время круиза мне мне все говорят что же вы делаете вы уже дождитесь вы уже дождитесь когда новый год пройдет но и уже тогда что же вы на круиз поехал и после этого крисмос после этого новый год и вы как же еще старый новый год мы тоже с друзьями встречаем как же вы вот это вот уже за диета такая но я понимал что ждать нельзя то есть я я уже сто раз если я не знаю это может быть больше откладывал и перекладывал и вот с понедельника начну вот после нового года начну вот после первого мая начну вот после того как там на каникулы пойдем начну вы не знаете сколько раз со мной это все происходило я сказал себя больше не при не приурочиваю это ни к чему потому что если сейчас приурочу к чему-то то опять сорвется быть я я уже знал точно что если сейчас начну откладывать и приурочивать это называется словом прокрастинашн есть такой по-русски тоже говорят прокрастинация да прокрастинашн откладывал откладывал и вот эта вся фигня и вот и я думаю что это хорошее испытание в том смысле что если я на круизе это все выдержал то дальше мне проще намного и и в общем то ну как бы сказать сталь закалилась да вот есть просто стали а есть закаленная значит вот моя диетическая сталь закалена круизом и мне это дает как бы мотивационно такой но как бы сказать толчок энергетику такую дает я знаю я знаю что я могу я знаю что я справлюсь я знаю что как бы никаких проблем взяли сделали все кроме того у меня был такой ну комплекс небольшой поскольку я уже 20 лет как собственном бизнесе у меня было ощущение что я наверное уже не в состоянии как бы работать там под началом у кого-то я не в состоянии быть ведомым так мне казалось и я как-то вот на этой диете в общем понял что я могу я вполне могу быть ведомым так друзья вот мы с вами приехали в офис и могу быть ведомым могу могу следовать инструкциям в общем наверное был бы хорошим студентом портнов компьютер скол если бы довелось когда-нибудь им быть так что вот на этом мы с вами прощаемся и я из темноты а всего-то только пять часов 11 минут вот я из темноты с вами прощаюсь и до новых встреч